Почти 3% казахстанцев трудятся в горно-металлургической сфере. Вопросы инвестиций в горно-промышленный комплекс нашей страны, а также варианты решения имеющихся проблем, сегодня обсудят делегаты 6-го международного горно-металлургического конгресса в Астане. Эксперты называют это значимое мероприятие эффективной диалоговой площадкой, которая собирает политиков, ученых, бизнесменов из десятков стран мира. Конгресс продлится два дня и сейчас во Дворце независимости проходят первые заседания. Там работает корреспондент телеканала Хабар Руслан Идрисов. Почти 650 делегатов из 28 стран мира. Шестой международный конгресс в Астане. Это одно из самых значимых событий в горно-металлургической сфере. Сегодня и завтра во Дворце независимости политики бизнесмены из Казахстана, России, Великобритании, Австралии, Канады и других стран обсудят вопросы инвестиций в горно-промышленный комплекс нашей страны. Металлурги надеются, что переговоры и подписание важных документов помогут решить имеющиеся проблемы. Стоит также отметить, что по подсчетам прошлого года почти 3% казахстанцев трудятся в горно-металлургической сфере. Спикерами на конгрессе выступят сегодня первые руководители крупных компаний, международных агентств, ученые, бизнесмены. Ожидается также участие первого вице-министра Казахстана Бахджана Сагентаева. Эксперты называют Астанинский международный конгресс эффективной и очень важной диалоговой площадкой на протяжении уже шести лет. И, кстати, сегодня также здесь представлены на выставочной площадке конгресса 37 экспозиции из девяти стран мира. И в этом году на выставке появился новый раздел, сделанный в Казахстане. Руслан Индрисов, Жасулан Шакенов, Хабар.